Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Гармашова, приветствую вас! Я нахожусь в Тамаре на речном вокзале и сейчас отправлюсь в путешествие в круиз по Волге на теплоходе «Александр Невский». Редактор субтитров А.Семкин Регистрация пассажиров начинается за час до отправления теплохода. Желательно прийти заранее, чтобы не спеша пройти всю процедуру оформления документов. На борту теплохода всех туристов встречают хлебом с солью, что очень поднимает настроение. Вместимость пассажиров на данное судно 228 человек. На стойке регистрации директор круиза выдает ключи от кают и гостевую карту. Кают вас проводят проводники. Приятного путешествия! Здравствуйте! Добро пожаловать! Туристы размещаются в одно, двух, трех и четырех местных каютах разной степени комфортности. Есть каюты с частичными удобствами и со всеми удобствами, где расположены умывальник, туалет и душ. А также помещение класса люкс, полулюкс и повышенной комфортности. Везде чистое постельное белье, дополнительные подушки и одеяло, спасательные жилеты. В каютах повышенной комфортности находится телевизор и холодильник. Санузел с отдельной душевой кабиной. По два полотенца, мыло, шампунь. Уборка помещений производится на местах стоянок, когда путешественники отправляются на экскурсии в город. Ретро-каюты категории люкс пользуются популярностью у туристов. Теплоход 1957 года построен немецкой компанией, поэтому некоторые помещения сохранены в интерьере середины 20-го столетия. Раритетная мебель, трюмо, старое радио. Во всех помещениях имеется судовая радиостанция. В гостиной размещен современный диван и кондиционер со свет-системой. Также холодильник, телевизор и фен. Имеется отдельная ванная комната. Вообще на каждой палубе дополнительно размещены душевые кабины и туалеты. Везде стоят кулеры с водой. На главной палубе расположены бытовые комнаты, гладильные помещения, в которых можно привести в порядок свою одежду. Одним словом, стоимость путевки соответствует категории выбранного типа проживания. Цены вполне реальны. Тем более имеются льготные условия для всех категорий граждан и бонусная программа, о чем рассказала региональный руководитель круизной компании. В нашей компании есть некоторая программа, которая называется «Клуб любителей речных круизов «Инфофлот». Что это означает? Это означает, что если человек хотя бы один раз обратился в нашу компанию и приобрел путевку в нашей компании, соответственно, он является нашим постоянным клиентом. Какие привилегии она дает? Во-первых, турист, который приобрел путевку, он может зарегистрироваться в данной программе, получить пластиковую карту, в результате чего, приобретая круизы в компании «Инфофлот», за каждый приобретенный круиз он получает бонусные баллы. Эти бонусные баллы копятся на его пластиковой личной карте. Соответственно, после определенного накопления турист непосредственно может реализовать эти бонусные баллы, то есть приобрести себе какой-то бесплатный круиз на те баллы, что он накопил на карте. Ну и, соответственно, те, кто приобретает путевки заранее, они имеют какие-то льготные условия. То есть в нашей компании всегда действуют сезонные скидки, которые вот, ну, за благовременные, да, как я уже говорила, за год, за полгода. Естественно, есть скидки различным категориям граждан, типа пенсионеры, дети, молодожены и так далее. Групповые скидки тоже есть, если едет большая компания отдыхать, например, или едет группа школьников с сопровождающими учителями. Такие варианты мы тоже рассматриваем. И так дана команда, теплоход отправляется в рейс. Наше путешествие начинается. Все туристы выходят на палубу, чтобы посмотреть на прибрежные берега города. По радио идет краткая информация об истории образования Самары и местных достопримечательностях. Город протянулся вдоль Волги с севера на юг на 50 километров и на восток от Волги на 20 километров. Всю красоту набережной можно созерцать с палубы. Жигулевский пивоваренный завод построен на берегу Волги в XIX веке австрийским пивоваром Альфредом фон Вакана. Знаменитое жигулевское пиво родилось именно в Самаре. Дата его рождения считается 23 февраля 1881 года. Здание завода – шедевр промышленного зодчества периода эклектики. Виден монумент славы. На 40-метровом пьедестале стоит 13-метровая фигура рабочего, держащего в поднятых руках крылья. Памятник создан в честь рабочих авиационной промышленности Самары, которую выпускали во время войны самолет-штурмовик Ил-2. Одним из символов города является стела Ладья, которая была установлена в 400-летие Самары. Высота Ладьи с парусом около 20 метров, выполнена из бетона. Сейчас это скульптурная эмблема города. Самара расположена на высоком левом берегу Волги в излучине Самарской луки между устьями рек Самара и Сок. Приятно любоваться, находясь на теплоходе видами города, неповторимой красотой Жигулевских гор и окружающей природы. Трехпалубный теплоход Александр Невский 588-го проекта. Построен в Германии. Длина его 95 метров, ширина 14 метров, развивает скорость до 30 км в час и обладает отличными судоходными качествами. Нам разрешили зайти в святая святых корабля, рубку капитана. Помощники капитана показали, как управляется судно, все его приборы, кнопки, одним словом, всю систему управления. Круизная программа теплохода состоит из рейсов продолжительностью от 3 до 20 дней до Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Астрахани. Также теплоход совершает несколько продолжительных рейсов до Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Выбор разнообразен. Насколько дней поехать в круиз определяют сами туристы. Что касается путешественников, которые уже отправились на отдых, для них на теплоходе устраивают различные мероприятия. На доске объявлений висит расписание на день. Также информацию постоянно передают по местному радио. На теплоходе имеется два ресторана на главной и шлюпочной палубе. Питание в зависимости от количества пассажиров может быть две смены. В ресторанах заказная система питания. Сервируют столы заранее. Салаты обычно для всех подают одинаковые. На всех столах размещены меню для следующего дня. На выбор предлагают первые блюда в обед, вторые блюда из рыбы и мяса. Разнообразные десерты и безалкогольные напитки. Блюда действительно вкусные. Повара стараются удивить путешественников своими кулинарными способностями. Завтрак на борту теплохода, шведский стол, как правило, с 8 до 10 утра. Пассажиры поделились своими впечатлениями о местной кухне. Кормит нас – это супер. То есть, как будто на убой. Обслуживание хорошее, кругом чистота, порядок. Убирается девчата. Даже не успеваешь когда увидеть. Вот в чем вопрос. Кухня очень достойная, кормит хорошо, вкусно, разнообразно. Много чего попробовал первый раз. Мне понравилось. После обеда туристам всегда есть чем заняться. В течение дня в кинозале показывают мультфильмы для детей и фильмы для взрослых. Одним словом, семейные просмотры. Салон для отдыха располагает удобными диванами. На сутне имеется конференц-зал, читальный салон, медицинский пункт. Для детей периодически проводят различные мероприятия. Мне понравилось то, что здесь весело и много конкурсов. Для детей постоянно проводятся игры. Ребятишки всех возрастов с удовольствием принимают участие в конкурсах. К некоторым соревнованиям подключаются и взрослые. Перетягивание каната, например. Конечно, всех без исключения участников ждут долгожданные призы. Одним из приятных занятий на теплоходе всегда является процесс принятия пищи. Ужин в ресторанах предлагают тематически. Мы закончим ваш теплоход вместе со всеми вами с каждого стола по одной песне. Про воду, про теплоход, про реку, все, что связано с водой. Артисты придумывают для туристов всякие развлечения. Одно из них разыграли на судне. По легенде, пираты берут в плен повара и поэтому столы не накрыты. Для того, чтобы пассажиров накормить, они должны выполнить условия захватчиков. Только когда сидящие за столами исполнят песню, наречную тематику, им подадут блюда. Итак, три, четыре. А по богу вверх теплоход, а по богу в низ теплоход. Все туристы, дабы не остаться голодными, принимают условия пиратов и рьяно, соревнуясь между собой, исполняют песни. Три, четыре. Издалека долго, еще далека долго, еще далека долго, обрекаясь. Браво! Поздравляем вас! Вы освободили свой теплоход. Желаю всем приятного аппетита! После исполнения всем полагается чарочка. Эти небольшие розыгрыши поднимают настроение у отдыхающих. Кстати, после ужина на теплоходе проходит дискотека, работает ресторанный бар до часу ночи. В 9 часов вечера всех желающих приглашают на шлюпочную палубу, где проходит культурно-развлекательная программа «Концерт». Артисты демонстрируют свои номера, поют бардовские песни и романсы под гитару, исполняют зажигательные танцы. Зрителям не приходится скучать, так как всех желающих приглашают поучаствовать в конкурсах на лучшее исполнение индивидуального танца. Браво! Одним словом, весело! День на теплоходе проходит насыщенно. Не успеешь оглянуться, как уже наступает закат солнца, который любят созерцать пассажиры, что придает романтическое настроение. Поздним вечером судно проходит шлюзы. Все туристы выходят на палубу и наблюдают это завораживающее зрелище. Отсек наполняется водой, и теплоход поднимается вверх. Ворота открываются, и судно продолжает свой путь дальше. На следующий день теплоход прибывает в другой населенный пункт по заданному маршруту. Наш круиз проходил по маршруту Самара, Ширяево, Казань, Чебоксары, Козьмодемьянск, Самара. В каждом месте стоянок предлагали бесплатные экскурсионные программы. О волжских городах и их достопримечательностях я вам обязательно еще расскажу в следующей программе. Субтитры подогнал «Симон»